У меня вопрос к заместителю премьер-министра, министру национальной экономики. Уважаемый Нурлан Сирикович, правительство при составлении базового сценария социально-экономического развития страны ориентировалось на цену нефти 75 долларов США за баррель. Однако уже сегодня цены на нефть демонстрируют нестабильность. Есть угроза снижения цен на фоне глобальной политики по отказу от углеводородов. Уже ЕС планирует принять ряд пакет директив, законов касательно ограничения и в рамках углеродной нейтральности. Наш республиканский бюджет продолжает критически, могу даже сказать, катастрофически критически зависеть от мировых цен на сырье. Мы знаем, что у правительства есть и пессимистический сценарий развития, где прогнозируемая цена за баррель нефти составляет 60 долларов США. Скажите, пожалуйста, а что вы будете предпринимать в случае значительного снижения цены на нефть, допустим, ниже 60 долларов? Вообще, есть ли у нашего правительства, так сказать, план «Б», план спасения страны на случай наступления, так сказать, часа икс? Спасибо большое. Премьер-министр Нагуар Мбасара и экономика министра Нурлан Сейрогола. Бахшан Джумавикул, сразу за Кельсик. Действительно, цены на нефть очень волатильны, но всегда есть прогнозы, и мы сейчас, если этот год брать, то в среднем мы вышли за порядка 81 доллара средняя цена на нефть сейчас. Мы прогнозировали бюджет при цене 80 долларов. То есть мы ведем в этом коридоре. Что касается 75 долларов, сейчас мы буквально вчера, министерство экономики обновило консенсус прогноза. Мы посмотрели, как мировые институты, мировой финансовый институт, аналитический институт оценивают. Сейчас консенсус прогноз на вчера было порядка 74,4 доллара. И так это у нас каждый раз, каждый месяц меняется, очень волатильно, поэтому мы считаем, что мы, в принципе, укладываемся в 75 долларов на следующий год. Если просто для примера переведу, Всемирный банк оценивает там 89 на следующий год. Но МВФ, он очень консервативный институт, оценивает на 72 доллара. То есть разнятся сильно прогнозы, и мы придерживаемся вот этой золотой середины. Что касается плана Б или С, конечно, эти планы есть. Есть сценарий, да, пессимический 60 долларов, там предусмотрены все расчеты, бюджетные параметры, куда мы будем двигаться. Но если будет ниже, то тоже это уже включается, наверное, план С, но тогда есть тоже инструменты. Мы переживали период, когда и 40 долларов мы падали. И в таких случаях правительство предпринимает антикризисный план мер, принимается. Мы начинаем приоритизировать расходы, начинаем их сокращать и так далее. Главное, чтобы поддерживать экономику и, понятно, резервы государств, и в таких случаях будем обсуждать с вами антикризисный план. Спасибо.